На острове Нусапенида. Сегодня я вам расскажу, как туда добраться и что здесь хорошего посмотреть. Изначально мы ехали на трип на неделю, потому что мы хотели побывать не только на Нусапениде, но еще на Нусалямбанган и Нуса... как я называю этот остров Чейнгтату. Есть несколько способов добраться до Нусапениды. Самый дешевый это из порта Падангбэй. Походят паромы, на которые можно передвигаться как с байком, так и без байка. Так как нам удобно было на своем байке ездить, мы выбрали этот вариант. Стоимость билетов там 31 тысячи рупий с человека и 50 рупий за байк. Паромы отправляются где-то в 2 часа, но лучше приезжать пораньше. Мы приехали в часть дня и уже достаточно большая очередь была. Мы были одним из последних, кто загрузился и успел. И отплыли где-то в 13.45. Сам паром идет где-то часа полтора, плюс полчаса на то, чтобы причалить. Для того, чтобы проехать с байком, нужны оригинальные документы на байк и права. Лицензия международная, где есть штамп о том, что вы водите байк. Если у вас нет этих вещей, то тогда придется давать взятку. Они, конечно, просят много. Просят там в районе 200 рупий. Иногда и больше. Но торгуйтесь, в принципе. Говорите, что у вас больше нет денег. И мы в этот раз заплатили 40 рупий, потому что у нас не было оригинальных документов. А мы что-то не посмотрели, как обычно. И поехали так. Давайте расскажу, что интересного есть на Носу Пениде. Что стоит здесь посмотреть и ради чего ехать. Первое место, куда мы поехали, это был Брокен Бич. Очень красивое место с природной такой аркой, с камней. Очень классной бирюзовой водой. Этот пляж, он не купабельный, но в плане фотографий, видов он очень красивый. В этом же месте находится достаточно знаменитое место. Это природный бассейн, который выходит в океан. С очень-очень лазурной прозрачной водой. Называется он Angels Bilabong. В это место стоит посетить, но туда лучше ехать не на закате, а туда лучше ехать часам к четырём, когда ещё яркое солнце. Тогда вода очень-очень красивого цвета. Мы очень хотели в ней искупаться, но, к сожалению, не попали, потому что были очень сильные волны. И из этого бассейна прям выносило этой волной обратно. Я вставлю кусочек видео, посмотрите. Следующее место — это знаменитый пляж Killing King Beach. Все, наверное, видели эти фотографии в инстаграме. Скала вытянутая. Замечательный пляж с белым песком, лазурной водой. И вид на него, конечно, совершенно потрясающий. Это место стоит посетить. Мы были здесь в прошлый раз, поэтому в этот раз мы не стали заезжать. Для самых отважных вы можете спуститься вниз на пляж, но для этого вам придётся преодолеть очень-очень тяжёлый спуск, где иногда прям вертикальный спуск по ступенечкам. Ну и, сами понимаете, подъём там будет очень-очень тяжёлый. Сегодня мы решили целый день провести на пляже. Здесь есть очень красивый пляж Атух, Атух-бич. Он достаточно безлюдный. Народ там начинает притекать где-то к часам к двенадцати. До этого, в принципе, не очень много народу. Единственное, что есть две дороги. Есть хорошая дорога, но плохой спуск, по которому сегодня ехали. Когда мы спускались по этому спуску, он достаточно короткий, очень большие ступени, неудобно спускаться, но фишка была в другом. Когда мы шли, мы поняли, что там куча обезьян в этом лесу. Когда мы спускались, одна из них попыталась на нас напасть. Причём она была вот такого размера. Она была огромная, она шипела. Блин, я так, наверное, не бегала быстро очень давно. Это было страшно. Второй спуск, он намного длиннее, но более удобный, наверное, в этом плане. Но дорога там хуже, говорят. Мы не подъезжали, поэтому не могу вам сказать. Вот, там достаточно небольшой пляж. Красивое место с красивой водой. Каменистый берег, правда. И с утра был отлив, поэтому купаться было практически невозможно. Ну и последнее место, которое мы посетили, это вот это место. Называется Телебайбс. В честь того, где снимали телепузиков. Все, наверное, смотрели этот мультик в детстве. Мне кажется, это холмы, которые вот такими вот кругляшками. Они очень такие эпичные, на самом деле, очень красивые. И, в общем-то, это место, где стоит побывать. Минусы Носопенины, это, наверное, местами плохие дороги. Особенно Габрокенбич. Километр три очень-очень разбитая дорога с колдобинами. И оно относительно сложное. Если вы не очень хорошо водите байк, у вас плохие термоза, то лучше не ездить в таком случае. Либо брать с собой опытного водителя. Вот. Дальше мы отправляемся на Нусалимбанган. Это будет завтра. И я расскажу уже более подробнее про Нусалимбанган. От него я жду больше, чем от Нусалимбанган. Так.